Мастер Фиде Роман Ешов Мастер Фиде Роман Ешов Конь С3 и Конь Е4 В таких позициях чаще всего здесь играли слон Д2 Черные, как правило, реагировали ходом Д6 Ладья С1 Конь выходил на Д7 Происходил размен И слона ставили на С3 И получалась равная позиция, конечно, еще вагон игры Но за черных здесь немножко поприятнее играть Очень сильный слон на Е4 Белые, видимо, из этих соображений решили сыграть как Ефим Геллер в 1976 году Пошли Конь Е2 Конь С6 и Конь Ф4 Единственная партия против Ефима Геллера Тогда была сыграна Ладья С8 Но надо сказать, что Ефим Геллер ту партию проиграл Здесь черные сыграли Е6 И чтобы уравнять белым достаточно было просто сыграть Б3 Чтобы развить своего слона на Б2 Ну, например, Ф5, как было в партии сыграно То слон Б2 Равная позиция Все фигуры стоят неплохо Потом сыграем еще Х4 Чтобы нашего коня отсюда не прогнали И играем дальше А в партии последовал Ладья Е1 Очень осторожный ход И непонятно сейчас для чего Ладью было выводить на Е1 То есть со слоном сейчас Более серьезная проблема Непонятно, куда его ставить И надо было обязательно его, конечно, афинкетировать Последовал Ф5 Ну и здесь мне кажется, что надо было сыграть А4 Чтобы конь на Ф4 имел устойчивое положение Например, черные могут сыграть Е5 Тогда произошел бы размен Ферзь С2 Чтобы потом вывести этого слона Черные должны играть ферзь Е7 и А4 Естественно, игра белых строится на ферзьевом фланге Ну и немного по центру Пока слабая пешка Д7 и пункт Д5 у белых Значит, Д6 Выводит слона на Д2 За черных здесь неплохой ход Ферзь Ф7 Тогда А5 Надо подводить черную ладью на ферзьево фланг Играет ладья Б8 Белые съедают, съедают Происходит размен Вот и будем играть вот такую позицию Объективно она равная С равными шансами на успех Как у белых, так и у черных Но в партии Петр Свидлер Допустил ошибку После чего уже его партия становится подозрительной Почему ход Д5 ошибка Кажется, пешка идет вперед активно Но на самом деле После выдвижения пешки Д5 Очень неплохо начинает работать вражеский слон Теряется поле Е5 Контроль над ним А два коня В будущем мы это увидим Немножко зависают на королевском фланге Их потом Ж5, Ж4 начнут прогонять Именно из этих соображений был неплохой ход Аж4 Итак, на ход Д5 Черные съели Конь Д5 Черные играют конь Е7 И так как черные угрожают съесть коня на Д5 И потом задвинуть Д6 И у них будет хорошая позиция Белым приходится уходить назад Играют конь Ф4 Менять своего сильного коня Д5 На более слабого коня Е7 Белые явно не хотели Черные играют Ф7 Ну и у белых, естественно, атака на ферзьем фланге А4 Но здесь они получают в этом варианте ход Ж5 Конь идет на край доски Нападает на сильного слона А черные даже не реагируют Играют в Ж4 Другой конь уходит на край доски Ну и кажется, что вот Надо уводить слона чернопольного Он же сильная фигура А Дмитрий Андрейки неожиданно Наверное, даже для Петра Свидлера Просто не реагирует на это Он готов отдать своего слона Но съедает на А4 И портит пешечную конструкцию у белых Король Ж7 И здесь, возможно, самое логичное со стороны белых Было сыграть просто Б3 Например, черные ладья Д8 Слон Б2, шаг Король должен отходить Ферзь С2 Но здесь за черных очень сильно Д5 И после хода Д5 Становится ясно, что позиция у черных Естественно, лучше У них сильный центральный конь Нету особых слабостей Слон и ферзь очень активно смотрят В сторону короля Пешка А4 слабая Я думаю, что шансов на спасение у белых здесь мало Но в партии последовало ферзь С2 Что ход еще хуже Черные сразу подводят ладью на Ф6 Б3 Но здесь ладья успевает завершить свой маневр Ладья А6 И получается, что теперь еще ладья очень активно смотрит в сторону короля Слон Б2, шаг Король должен отходить Съедает коня на Е4 Черные тоже Ферзь С3 Угроза Ферзь Ж7 Шаг И потеряется ладья Поэтому надо играть ладья Ж8 Заодно подводим другую ладью вперед в атаку Но и здесь, пожалуй, строго единственное Надо было белым играть Ферзь Е5 Закрыть вот эту линию Чуть позже покажу почему Черные скорее всего пошли в Д6 Меняя ферзей им невыгодно Все-таки король у белых раскрыт Надо при ферзях атаковать Ну а на ход Ферзь Ф4 Просто ладья Ж4 И будем реализовывать лишнюю пешку И раскрытого вражеского короля В партии был сделан ход А5 Что является ошибкой И здесь Дмитрий Андрейки нашел Потрясающую по красоте матовую комбинацию Ферзь Х2 Шаг Надо есть этого ферзя Получать ладья Ж4 Теперь король на Ж1 Отойти не может из-за ладья Ж1 мат Поэтому король должен идти только на Ж3 Следует Шаг Король идет на Ф4 Следует снова Шаг И кажется все Король убежал Король вышел на Е5 Никакие шаги ему тут не страшны Он бежит на Д6 На С7 И выигранная позиция Но нет Неожиданно следует ход ладья Ж6 И выясняется что защиты от мата ладья Е6 Или от хода Д6 нет И поэтому Петр Свидлер здесь признал свое поражение На этом все До новых встреч И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok